В 25-м туре РПЛ «Крылья Советов» в Калининграде уступили Балтике. Матч закончился со счетом 2-1. Первый гол был забит на 84-й минуте встречи, отличился Энрикес. В компенсированное время Никола Радмановац свалил на Илье Гапонове и был назначен 11-метровый удар, который реализовал Амар Рахманович. 1-1. На шестой компенсированный к матчу минуте Дмитрий Рыбчинский уточнили в пресс-службе Волжского футбольного клуба. В следующем матче «Крылья» сыграют в Воронеже с факелом. Игра перенесенного 21-го тура РПЛ состоится в четверг, 25 апреля в 19.15. Самарцы рассказали, почему не готовы отказаться от наличных денег. Опрос провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы. 75% опрошенных не готовы полностью отказаться от налички. Только 13% жителей Самары согласны перейти на безналичный расчет. Большинство не решается пользоваться только безналичным расчетом из соображений финансовой безопасности. Наличные средства обеспечивают чувство спокойствия. Стихийные условия показали, что банкноты нужны всегда. Например, если произойдет паводок и повсеместно отключится электроэнергия, гласят данные опроса. Губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина поздравили жителей Самарской области с Днем местного самоуправления. Этот праздник объединяет тысячи работников и ветеранов органов МСУ, представляющих самый близкий к людям орган власти. В 63-м регионе традиции местного самоуправления имеют глубокие исторические корни. Именно здесь в середине 19 века было созвано первое в России учредительное губернское земское собрание. Муниципальные власти призваны решать насущные проблемы наших граждан, находиться с ними в постоянном контакте, эффективно реагировать на их запросы и чаяния. За сутки освободились от воды 40 жилых домов, 144 приусадебных участка. В настоящее время на территории Самарской области подтоплено 155 частных жилых домов, 958 приусадебных участков и 3 низководных моста. В пунктах временного размещения по-прежнему находятся 7 человек, детей нет. Обстановка с паводком остается на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области. В Самарской области временно ограничат движение по трассе М5. Как сообщили в Поволжуправтодор, это связано с работами на мостовом сооружении через реку Сок. Так, 22 апреля с 14.00 по 14.30 временно ограничат движение на участке трассы, уточнили в ведомстве. Время указано Самарское. Жара в Самарской области установила новый температурный рекорд. В Кеннель-Черкассах 21 апреля воздух прогрелся до 30,1 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд в этот день был установлен в 2012 году, когда зафиксировали 30 градусов Цельсия, отметили синоптики Приволжского УГМС. В России началась шестидневная рабочая неделя. Она продлится с 22 по 27 апреля. Это следует из производственного календаря, который утвержден правительством Российской Федерации. В связи с переносом выходного с субботы на понедельник, майские праздники будут непрерывными с 28 апреля по 1 мая, рассказали в сообщении. На следующей неделе россияне будут работать только 2 и 3 мая.